Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР». В студии я и её ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru Рождённые в СССР В гостях у нас сегодня человек, чьи заслуги на музыкальном поприще просто невозможно уложить в несколько строк. С малых лет, едва научившись ходить и говорить, он ставил пластинки с песнями Шульженко, Шаляпина, Лемешева и слушал их с упоением. Он утверждает, что артистом стал насильно, то есть поневоле, за что очень благодарен своим родителям. Ему, как исполнителю народной песни, рукоплескали зрители более 50 стран мира. Он никогда не останавливался на достигнутом и сумел завоевать даже и оперную сцену. Сегодня мировое сообщество называет его не иначе, как «Маэстро-голос». Настоящий хранитель исконно русской музыкальной культуры, народный артист России, Владимир Девятов, да не один. Сегодня у меня в гостях. Браво! Добрый вечер, здравствуйте! Добрый вечер, добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер. У нас принято говорить «товарищи», мы еще для рожденных в СССР. Микрофон у нас будет для песен, а петличка будет висеть для того, чтобы мы могли спокойно общаться с вами. Я рад вас видеть в нашей студии, Владимир Девятов и группу «Ярмарка». У меня сегодня в гостях в прямом эфире, да? Да. Правильно, я сказал, что вы не один сегодня пришли к нам в гости, не представив коллектив. Мои коллеги по работе вместе мы уже, вообще коллектив существует уже 12 лет, и, в общем-то, до этого я работал с инструментальным чисто коллективом, в состав которого входили народные русские инструменты, балалайка, баян. Сейчас голоса входят в состав, я смотрю, что у нас молодые. Да, сейчас время немножечко изменилось, и мы, как бы, в свете каких-то веяний и представлений о новом звучании народной песни в современных, скажем так, условиях, в общем-то, было принято мною решение. И вот этот коллектив был сформирован, в него вошли ребята, тогда еще студенты, сейчас они уже выпускники. Взрослые уже самостоятельные артисты практически, да? Да, да, да. Я так понимаю, еще не в полном составе здесь? Нет, это не полный состав, это часть коллектива. Вообще в составе 8 артистов балета, и на сегодняшний день 5 артистов-вокалистов. Значит, вот из ребят, девчонки и ребят, и Ростик, который здесь сегодня присутствует, я могу сказать, что они, скажем так, работают не только потому, что деньги получают, хотя это тоже немаловажно. Есть еще другие причины? Есть, конечно, причины. А вот можно я вам вопрос задам? А чего это вдруг народную песню мы стали петь? Что, нам делать нечего, что ли? Ведь на этом многое сейчас не заработаешь. Да, мне кажется, возвращается потихонечку наша любовь, слава Богу. Ну, мы уже вместе с коллективом Кастерогия 12 лет, а я, в общем-то, пою, считайте, 33 года. Но это внутренний такой позыв, понимаете? Позыв души, позыв сердца, поэтому я говорю, не только деньги, но и желание овладеть этой профессией, и не только овладеть, но и передать. Они же у меня все преподают, закончив Академию музыки имени Гнезина. То есть передо мной все педагоги еще к тому же сидят, да? Педагоги, да. Педагоги, да. Именно так, да. Они преподают в Академии музыки имени Гнезина институт, или теперь университет культуры, да? А, институт культуры. И вы опять им перевиновали в институт, да, на Леввежье? Да, да, да. Поэтому вот такой состав. Ну и артисты балета, ну, это артисты балета. Ну, здесь не развернуться, что у нас небольшая, балет не было бы не развернуться, поэтому сегодня будем обсуждаться вокальным творчеством. Владимир Сергеевич рассказал подробно о членах коллектива. Нет, я их не назвал еще, могу представить. Вы можете назвать и поименно представить, конечно. Конечно, Яна Артыковская. Так, очень приятно, Яна. Марина Фирсова, Ростислав Кулешов и наш армейстер Светлана Белова. Ну, а теперь поподробнее про самого Владимира Девятова я расскажу в визитной карточке, потом вернемся. Владимир Девятов родился 15 марта 1955 года в Москве. Окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Первое высшее образование получил в Военной академии химической защиты имени маршала Тимошенко, после окончания которой служил по специальности в оборонном НИИ Москвы. В составе московской группы «Старый арсенал» сделал первые шаги в качестве певца и музыканта. Позже окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, факультет сольного народного пения. В 1985 году создал ансамбль народных инструментов «Русские напевы» и в качестве солиста-вокалиста стал лауреатом 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, Международного фестиваля в Добилиси и 3-го Всероссийского конкурса исполнителей народной песни в Краснодаре. Следующее десятилетие было насыщено большим количеством выступлений в России и за рубежом, на радио и телевидении. К артисту пришло признание. Очень серьезным творческим проектом Владимира IX стала подготовленная им программа романсов русских композиторов «Глинки», «Чайковского», «Римского», «Корсакова», «Рахманинова». В 1998 году артист исполнил партию Шуйского в спектакле «Борис Годунов» на сцене Московского театра «Новая опера». Затем партию «Князя Синодала» в спектакле «Демон». В постановке оперы Джузеппе Верди Дбоев Аскари спел партию «Якоба», признанную одной из самых сложных в мировом тенорном репертуаре. В репертуарном багаже певца партия «Канио» из оперы «Леанквала Паяце», «Перендея» из оперы «Римского Корсакова Снегурочка», «Князя» из оперы «Доргомышского русалка». В 1995 году был создан Центр русской культуры и искусства Владимира Девятова. Позже при Центре была открыта Высшая школа искусств, культуры и шоу-бизнеса. А затем начали работать детская певческая студия и детская музыкальная школа. Обладатель множества премий и наград, в числе которых – медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Государственная премия имени Фатьянова. Народный артист Российской Федерации. Итак, все это о нем. Народный артист Российской Федерации Владимир Девятове и коллектив с названием «Ярмарка» присутствует у нас здесь сегодня в студии. Говорить, быть может, будем чуть меньше сегодня. Будем наслаждаться вокальным творчеством профессионалов, пришедших к нам сегодня в гости. Но хотя не исключается наш традиционный разговор в прямом эфире 617-5197, номер нашего телефона. Можете всегда дозвониться, адресовать любые свои вопросы, либо членам коллектива, как есть микрофоны, могут говорить, либо самому Владимиру Сергеевичу непосредственно. Ну и традиция есть в начале программы. Наши гости тоже о чем-то спрашивают зрительскую аудиторию, задают какой-нибудь вопрос, желательно ностальгического характера. Из той нашей жизни, из прошлой. Ну, я не скрою, что меня предупредили о необходимости подготовить такой вопрос. Значит, я его озвучить хочу. Значит, завтра, то есть 6 сентября, исполняется 80 лет со дня учреждения одной из высочайших наград, званий в Советском Союзе. Ну, первый вопрос, что это за звание, и кто был удостоен первыми из, скажем так, советских людей этого звания. Вот, собственно говоря, такой вопрос. Я уже догадываюсь, о чем спрашивает Владимир Сергеевич, срывается буквально с языка, не буду вам говорить и подсказывать, друзья мои. Так что, за звание было учреждено 80 лет назад, завтра буквально исполняется 80-летие с того момента, как учреждено было это звание. Кто первый получил это звание? Ну, быть может, назовет, что последний его получил. 617-5197, номер нашего телефона. Пока вы вспоминаете, давайте дадим вам первый ностальгический сюжет, 92-й год. Потом вернемся. Вот так выглядел «Рожденный в СССР», но это уже не Советский Союз, а 92-й год, Владимир Девятов, то есть более 20 лет назад этой записи. Да, да. Это концерт на Зала России. Да, концерт на Зала России. Мы вам покажем сейчас еще несколько ностальгических записей, в том числе некоторые из них будут сюрпризом для совам Владимира Сергеевича. Я думаю, может, некоторые он и не видел никогда, а если видел, то достаточно давно. Но смотрел я сейчас на этого поющего молодого человека, мужчину, и понимал, что действительно благодарны должны быть родителям за то, что стали артистом по неволе. Ну, да. Меня насильно, скажем так, заставили закончить музыкальную школу. Я так понимаю, насильно благодаря маме в основном, да? Да, да. Потому что папа все-таки был военным человеком. Ну, папа не насиловал, но я думаю, что его руководящая рука там умела вместо быть, да. Но, значит, влияние такое, скажем так, психологическое оказывала мама. Я закончил музыкальную школу здесь, я вообще родился в Москве, учился, естественно, в Москве и живу по сей день. Значит, я закончил музыкальную школу по классу аккордеона. И мой, это было очень давно, страшно даже называть, это было, значит, 1968 год. Ну, что ж тут страшного? Это время Советского Союза, да, значит, и мой педагог, я помню его, Виктор Сергеевич Лебедев, значит, он мне сказал, Володя, ты одаренный человек, но страшный разгильдяй, вот давай-ка в училище идти, я сказал, да, ну, там, до диеза, ля-бемоли, мне лучше в хоккей. То есть после музыкальной школы вам совершенно музыкальное училище было неинтересно? Нет, 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 ни в каком случае, я туда отказался поступать, и, в общем-то, может быть, так, слава богу. Потом началась эпопея Битлз у нас в стране. Другая музыка стала интересной, да? Другая музыка стала интересной, и, в общем-то, я заразился этой музыкой очень серьезно. И тогда, несмотря на то, что не было у нас в эфире, и ни на телевидении, ни на радио этих, не только Битлз, но вообще ансамбль западных, да? Да, пластинки на ребрах зато были у нас. Были пластинки на ребрах, и записи друг у друга мы переписывали на магнитофоны, значит, ну, и все это привело к тому, что я взял в руку гитару, значит, ее сформировал у себя в школе, коллектив, значит, и мы начали гонять рок-н-ролл. Это было время как раз, мы вместе потом пересеклись с многими рок-н-роллными музыкантами, я навряд ли они помнят, конечно, но там с Макареевичем мы, значит, часто пересекались с високосным летом, с удачным приобретением. Это все, вот, Аракс, вот эти вот все дела, тусовки, это было наше, мы собирались, пели на все голоса и так далее. Ну, в общем, потом я поступил в военную академию, продолжил это дело. Мы сейчас вернемся к военной академии, давайте послушаем Наталью из Москвы, ждет давно Наталья. Наталья, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Владимир Сергеевич, я вот большая ваша поклонница и поклонница творчества вашей дочери также. Спасибо. Я знаю, у вас прекрасный голос, превосходный, а можно попросить вас что-то акапельно спеть? Нет проблем. Я думаю, что мы сегодня акапельные песни тоже включили в репертуар, да, они обязательно прозвучат. Вы думаете, мы под фонограмму гоняем здесь, да? Я думаю, это проверка сейчас была основа такая. Нет, ну нет проблем, мы споем акапельно, если нужно, прям можно и сейчас, можно. У меня заряжена одна песня вместе с ребятами из советского периода, но она без сопровождения идет. Позже, да, она у нас в репертуарчике стоит, я так смотрю, подглядываю на репертуарчик, на стенке висящий. Вернемся к акапельному пению обязательно. Константин из Москвы. Константин, добрый вечер. Здравствуйте. 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 Владимир, приветствую. Приветствую вас тоже. Я хотел ответить на вопрос, там это звание народный артист Советского Союза, вот 80 лет. Так, и кто был первым? Первым, там, по-моему, или Шаляпин, или Станиславский Константин. Ага. Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы вот сейчас не будем опережать события, дадим возможности, шанс другим людям позвонить и правильно, наиболее точно, вернее, ответить на этот вопрос. Но тепло, 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 да, скажем так, пока что? Тепло, поэтому через какое-то время мы вернемся, вы абсолютно правы относительно звания. Кто первый получил это звание, ну и кто последний, наверное, легче будет вспомнить. Одна очень известная певица и один очень известный актер получили последним это звание в нашей стране, который уже нет ныне, но программа наша называется «Рожденная в СССР». Только что мы про мамочку вспоминали, благодаря которой Владимир Сергеевич, в общем, осилил все тяготы и невзгоды музыкальной школы несколько лет назад. Сейчас у нас следующая песня, я думаю, тоже отчасти будет посвящена маме, исполненная здесь в студии. Ну да, это армейский период такой, в общем-то, проживая в Москве в советское время. Сейчас почему-то такого нет, я продолжаю здесь жить, но не слышу и не вижу. Вот эту песню два раза в год, осенью и весной, несмотря на то, что мы жили в городе, народ выходил на улицу в 6 часов утра, и неделю вот это было вакханалия, когда шел призыв. Проводы в армию, да, весенний призыв. Как родная меня мать провожала. Да, слушаем, пошли вперед. Ну действительно, сразу советская пора вспоминается, когда провожали вот так весело и задорно наших ребят служить в армии, все деревни быть, может, как поется в песне, неделю это порой длилось, в некоторых там несколько дней это происходило. Не случилось это, конечно, с Владимиром Сергеевичем, но, да и не с деревни, в общем-то, поэтому не вся деревня провожала. Хотя, насколько я знаю, первый опыт музыкальный случился не в Москве, а в Вологде еще. Ну да, да. Дело в том, что родился-то я в Москве. Да, вы уже говорили. Поскольку отец военный, его как раз вот перед моим рождением отправили служить в Вологду, значит, и меня четырехмесячным, естественно, увезли туда же вместе. Мы там жили я, мама и папа до появления на свет моего младшего брата. Это были места, такая окраина, тихая окраина города. И за нашим домом, в общем-то, через дорогу уже начинались поля деревенские. Да, и когда мне исполнилось шесть лет, ну, я уж не знаю, с чего вдруг, мои родители решили, что меня нужно показать, значит, для поступления в музыкальную школу в Вологде. А предшествовало всему этому мое выступление в Доме культуры Льнокомбината Вологодского. Это еще в более раннем возрасте, видимо, да? Ну, да, мне было где-то пять там лет, четыре, пять лет, значит, вот в этом Доме культуры, значит, я вместе с группой детского сада, мы с успехом выступили, и я потом, вот через 50 лет, можете представить, приезжал в этот Дом культуры, он продолжает стоять на этом же месте, так же, как и дом, где мы жили. Так вот, почему, значит, я был солистом коллектива, и, видимо, музыкальный педагог нашего детского сада моим родителям сказал, что... Хотя отец у меня очень много музыцировал дома, он на аккордеоне играл, да, насколько я знаю, да, и он играл здорово на трофейном. Нет, нет, не на трофейном, это был немецкий аккордеон, но это был не трофейный, отец на войне не был. Значит, и, в общем, и целом я поступил в эту музыкальную школу, вот уже должен был идти учиться, и отца переводят в Москву, в область, в Балашиху конкретно, и мы уехали, и я уже продолжил образование музыкальное здесь, в Москве. Так что первый опыт, да, был в Вологде. Я думаю, тогда и адреналин появился, вот первый такой сценарийский заразительный сцены появился. Впор стоит в глаза, перед глазами, скажем так, вот этот вот зал, который после нашего выступления, значит, он встали все и начали хлопать. И, видимо, на меня, ведь это же ребенок, ну что там, 4-5 лет, да, видимо, на меня произвело настолько сильное впечатление, что потом уже на подсознательном каком-то уровне, уже будучи взрослым человеком и достаточно образованным, и имеющим хорошую работу, вот я все-таки сказал себе, нет, ребята, я все-таки пойду песни петь. Я вернулся к тому адреналину, заразительности сцены. Ну, вообще, сцены же это наркотики, я думаю, что не я первый это говорю, значит, если человек вышел на сцену и, ну, получил порцию в кровь, значит, уже без этого, ну, жить тяжело. Да, прощай, военная академия после этого. Да, вот так оно и получилось. Слушаем Антона из Санкт-Петербурга. Антон, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу ответить на вопрос. Пожалуйста. Во вторник исполняется 80 лет, в том, как в первое было присуждено почетное звание народного артиста Советского Союза. Его получили многие. Это звание было учреждено 6 сентября 1936 года. Первый раз присуждение звания народного артиста состоялось как раз 6 сентября. Спасибо большое, Антон, спасибо. Единственное, что какую-то конкретную фамилию мы, конечно, ждали от вас, хотели услышать. Вы так все так, я так понимаю, по-гугловски нам ответили, заглянув, быть может, в интернет. Еще раз говорю, шанс есть у всех дозвониться и ответить правильно на вопрос относительно первого и последнего человека, получившего звание народного артиста Советского Союза. Пока вспоминаете, следующая ностальгическая музыкальная композиция прямо сейчас. Что-то грустно взять гитару, да спеть песню про любовь. Или поехать лучше к яру, разогреть шампанским кровь. Там цыганы молодые будут петь, плясать всю ночь. Раздарю им золотые, разгоню тоску запрошь. Эй, ямщик, гони-ка к яру, лошадей, брат, не жалей. Тройку ты запекни пару, доходи же веселей. Прождем мы вас на сердце. Алла Пугачева и Янковский. Ну что-то мне подсказывает, что относительно первого артиста не совсем точно, да? Но мы пока не будем, наверное, торопить события, да? А вот что касается последних, то, наверное, в этом отношении вы правы. Пугачева и Янковский получили последними. Застали еще, успели захватить. В тот момент, когда присуждалось звание, Горбачев еще подписал. 617-51-97. Мы не снимаем пока что этот вопрос. Мне поразило, что, несмотря на ностальгическую запись 93-го года, весь коллектив сейчас подтанцовывал и подпевал тому, что происходило. Во-первых, песня, я так понимаю, не ушла из-за пиртуара и сегодня, да? Поэтому ее знает хорошо молодежь. А во-вторых, хочется уже ребятам просто в пляс спуститься, потому что мы засиделись на этих стульях, поэтому... Три года ты мне снилась, да? Сейчас. Ну да, и прежде чем мы это споем, песню, да, я хочу вот что сказать. Дело в том, что зачастую, приходя на ту или иную радиостанцию, вообще разговаривая с журналистами, особенно с молодыми, мне задают везде один и тот же вопрос. А что, народную песню еще поют? Понимаете? И вот это вот представление в связи с отсутствием, ну, с информационным таким достаточно серьезным вакуумом этого жанра в средствах массовой информации, меня всегда умиляет. Ведь дело все в том, что десятки миллионов россиян принимают участие во всевозможных фестивалях, конкурсах, непрофессиональных, как говорится, а самодеятельных, да, и именно в конкурсах и фестивалях народной песни. И если все думают, что вот те замечательные, замечательные фестивали и конкурсы, которые показывают у нас на телевидении, это все, что у нас творится, это глубочайшее заблуждение. Их десятки, сотен этих фестивалей и конкурсов по России, начиная от районных и заканчивая республиканскими. А раньше на каждом предприятии практически был свой ансамбль, поэтому народную песню, вы говорите, молодежь помнит. Да ну, люди, профессионально занимающиеся народными делами, так посвятившие свою жизнь этому делу, они просто помнят, они знают это, как вообще это называется у нас, как бы попса, понимаете, народная. А есть вещи, которые народ просто никогда не слышал. Ну, я говорю, широкую массу, но мы-то знаем. И то, что не слышали, особенно молодежь, это уникальные вещи, не просто, ну, как бы, потому что они уникальны в своем времени. Нет, они уникальны тем, что именно эти вещи, услышав, люди, которые никогда не слышали народную песню, они получают через так называемую генную память, которая это научное понятие, они получают в мозг сигнал и начинают ее воспринимать. Поэтому народная песня не умерла, ребята, она жива, и еще как. Ну, а мы ненародную песню. Да, сейчас тоже чуть-чуть, это прям ненародная песня. Спасибо вам огромное. Потрясающая обработка и новая подача, как мне кажется, этой песни. Я помню, как ее исполняла блистательно. Другие исполнители тоже. Людмила Марковна, Гурченко, любимая Владимира Сергеевича на протяжении многих лет, я думаю, пластинки с «Карнавальной ночи» тоже ставились вместе с пластинками Шаляпина, Шульженко, Елея Мишева. Это естественно, но ландыши также ставились. Знаете, самое интересное, что с Людмирой Марковной, «Царство и небесное», я познакомился, мы достаточно плотно с ней общались и выступали даже вместе на концертах, которые показывали центральные телевизионные каналы. И вот могу сказать одно, что это был уникальнейший человек абсолютно. Не только как актриса, а вот именно человек, такой с большой, огромной буквы. Даже я считаю, что она человечище просто по сравнению с актрисой, хотя буква «А» тоже большая. Она была умнейший человек, тончайший человек. И я рад судьбе, что наряду с другими ее, скажем так, знакомыми и почитателями я был в их числе и остаюсь по сей день. Что тогда еще показывали по центральному телевидению, как сказал Владимир Сергеевич некоторое время назад, в те годы, мы увидим с вами прямо сейчас. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Однозвучно звенит колокольчик ансамбль «Русское собрание» в программе «Светлановых звезд». Это уже 1994 год, и опять солировал Владимир Девятов, мой сегодняшний гость, народный артист России. Телефон прежний 617-5197. Так получилось, что уже звания того не было. Распался Советский Союз. Я думаю, я по-другому представлял сегодня Владимира Сергеевича. Другое звание я бы назвал. Михаил из Москвы. Михаил, добрый вечер. Михаил, слушаем вас. Добрый вечер. Владимир Анатольевич, добрый вечер. Владимир Сергеевич. Здравствуйте. Значит, касательно вашего вопроса, среди первых удостойных званий народного артиста СССР, это действительно Станиславский Немирович Данченко. Ну, из таких более-менее известных для меня фамилии. Это Москвин, Качалов, Щукин. Ну, список действительно очень большой. А последними действительно стали Олег Иванович Ченковский и Софья Пелявская. Замечательная. Вопрос у меня к вам такой. Скажите, пожалуйста, вот наша родная власть что-нибудь делает сейчас для популяризации русской народной песни? И если да, то что? И вот что бы вы хотели бы, чтобы она делала для этого? Спасибо. Что, можно отвечать? Конечно, нужно отвечать. Ну, значит, делает наша родная власть, несмотря на то, что кажется, что ничего не делает. Значит, у нас существует стройная система образования в области народного пения, сольного и хорового. Значит, у нас существует, ну, я не знаю, огромное количество музыкальных колледжей или же училищ, как это раньше называлось, и вузы, которые готовят специалистов. Я уже сегодня называл Гнесинку, институт культуры, значит, есть Саратовская консерватория, значит, ну и множество таких интереснейших учебных заведений, где готовят специалистов. То есть, это в основе своей бесплатное образование, поэтому, конечно же, на это государство тратит достаточно серьезные средства. Это не один, не два, и три, не десятки, это десятки вообще учебных заведений по всей стране. Значит, это первое. Второе. У нас существуют государственные учреждения культуры и коллективы, работающие в жанре народной песни. Ну, я не буду, наверное, если я не назову, там, кубанский хор, оренбургский хор, да, северный русский народный хор, там, значит, ну и множество этих хоров, их всего 12. Значит, это государственные коллективы, которые тоже финансируются государством. Это, в общем-то, немалые, но и вот центр культуры, которым я руковожу. В Москве, кстати, тоже существует, значит, три крупных формирования, работающих в жанре народной песни. Это народный вот этот вот фольклора, что ли, песенного. Это центр Люды Рюмины, значит, Надя Бабкина, и вот мой центр, которым я руковожу, это тоже деньги приличные. То есть сказать, что ничего государство не делает, было бы неправильно. С другой стороны, как всегда, у нас правая рука не знает, что делает левая. Значит, дело в том, что объемы вещания народного песенного искусства, оно, конечно, катастрофическое. Мы проанализировали ситуацию в средствах массовой информации с этим делом у себя в центре. Значит, из 4950 радиостанций, имеющих лицензии у нас в стране, только 0,5% радиостанций вещают народную музыку у себя в эфире. Значит, не буду их называть. Это, как правило, радиостанции, расположенные на юге Руси, но Краснодарский край, там, где народная традиция, музыкальная и вообще народная традиция, имеет значительно более серьезные такие корни, да, нежели, ну скажем, в Сибири или же на севере. То есть в Москве этого, в принципе, вообще не происходит, да? Нет, этого нет. Значит, просто таких радиостанций нет. Я могу сказать, что куда бы ни обращались исполнители-народники со своими предложениями, они являются у нас в стране неформатом. Ну, я говорю о радиостанциях, на телевидении ситуация еще хуже. Из того времени вещания, которое имеет телевизионные компании, только 0,2%, приблизительно 0,2% времени уделяется народной музыке и народной песне. То есть получается следующее. Государство тратит, я это назвал, да? Государство, то есть народная песня, наша народная песня, в мировом музыкальном сообществе считается, ну, шедевром. Ну, вот я проехал 50 стран с гастролями, и могу сказать, что где бы мы ни выступали, там, в Африке, в Америке или там, в Европе, или уже в Азии, нашу народную песню знают, не просто любят. Ее знают, ее поют с нами. Такое было, например, во Вьетнаме, в Лавосе. В Вьетнам вообще отдельная история, да? Да, понимаете, да? А в то же время, то есть в мировой национально-песенной культуре русская народная песня занимает, ну, ведущее место наряду с неаполитанской песней, которую, ну, мы с ними конкурируем здесь, да? И в то же время собственную культуру мы довели в средствах массовой информации до того, что мы стали неформатом. То есть коллективы, которые гениально исполняют народную песню, их никто в стране практически не видит и не слышит. И представление, я уже говорил сегодня об этом в эфире, что народная песня — это вот 4-5 исполнителей, которых показывают по телевизору, это ошибка. Мы сейчас, в общем-то, стараемся у меня в центре эту ситуацию исправить, увеличить объем вещания народной песни и коллективов, работающих в этом жанре исполнителей. Я надеюсь, что у нас получится. Но самое страшное во всем этом, что пока что обращение наше в Министерство культуры по этому вопросу, мы получаем, ну, это же финансирование, хоть оно и небольшое, больших денег нам не надо. У меня есть государственная основа, мой центр, который мог бы это делать, тратя свои силы, время и так далее, какую-то часть. Но все равно эфир — это время, это деньги. Нам пока что вот Министерство культуры как-то, ну, он говорит, ну, ребят, ничего конкретного, размазня такая. И меня вот удивляет, почему непонимание полное со стороны многих государственных, не могу сказать, что всех государственных, пока что я имею поддержку, например, в агентстве по массовым коммуникациям и печати. Вот такая поддержка там есть, там понимание есть. Почему это важно сейчас? Не потому что это как бы, вот я так хочу. Дело все в том, что, я уже писал об этом и говорил о том, что дерево без корней падает. Вот мы хотим воспитать патриотически, духовно свою молодежь, да, которая за 90-е годы воспиталась в той среде, которая была антипатриотичной, в том числе и музыкальная среда. Знание своей культуры и традиции — это основа крепкого стояния страны, нации, народа. И как, это не моя мысль, кстати, это академик Лихачев сказал еще, писал в «Царстве ему небесное», что и знание, это защита, это скорлупа менталитета, понимаете, нации. Вот знание это должно быть. Большинство исполнителей и коллективов, которые сейчас, ну и вот ребята, которые у меня работают, они, ну, в большинстве своем, не могу сказать про всех, конечно, они не слышали песню, вот там, знаешь, у себя в деревне, там и там «Мама перед...» нет. Они большинство слышали это в телевидении и радио. Вот если это есть, значит, есть восприятие. Вот так генная память начинает работать. И тогда человек начинает заводиться и уважать свою культуру. Мы в большинстве своей, вот так вот говорить, о русской нации, свою национальную культуру любим, но уважения нет. Посмотрите... Там что не слышим, там забыли. Конечно, мы забыли, особенно среди молодежи. Посмотрите, что делается на Кавказе. На Кавказе отношение к традиции, к музыкальной традиции, к танцевальной, совершенно другое, нежели у нас, ну, в среде русских. Почему? Там это чтится. Попробуйте кавказцу, скажите, вот твоя песня «дерьмо». В морду получите точно, и будет он прав. Если скажете русскому «твоя песня «дерьмо». Да, скажет «дерьмо». Понимаете, это не уважение. Это уважение нужно стараться, ну, сдвинуть этот процесс. Причем начинать надо с детских игрушек, где мы своим детям заводим не национальную культуру. На подсознание должна идти основа национальной культуре, из программ в детских садах, школах. Ну, то есть, это целая история. История большая, серьезная. Я понимаю, что для вас это еще и больная история, и больная тема, которой хочется поделиться, и какой-то резонанс, чтобы был, чтобы ответ какой-то получил от Министерства культуры, от наших государственных чиновников. Я надеюсь, что это будет, потому что, ну, без этого мы просто-напросто дальше плыть не будем. Я почему вас чуть поторапливаю, потому что слежу за часами. Видите, 15 минут остается до конца эфира. Сейчас прозвучит, я так понимаю… Ну, давайте сначала звонок примем. Давно ждет Валерий из Воронежа. Валерий, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Ответ на вопрос. Станиславского назвали уже, да? Да, назвали Станиславского, да. Неверович Данченко тоже один был из первых. Правильно, да. Ну, тогда уже раз ответили, тогда я спрошу про композитора Олега Молчанова. По-моему, «Реченька, речушка» этот хит он для вас написал. Да, был такой этап совместного вашего творчества. Да, но он продолжается. Дело в том, что произошел такой определенный перерыв творческий, да. Мы сейчас вот вместе с моими ребятами делаем реанимацию его песни, которая называется «Матушка Россия». И альбом, будет назван мой новый альбом, который выйдет в начале следующего, 17-го года. Он будет так и называться «Матушка Россия». Песни мы уже записали, сейчас там идется студийная работа. Так что с Олегом Молчановым, да, мы продолжаем работать. «Реченька, речушка» была с определенным этапом. Были еще несколько песен, а сейчас вот «Матушка Россия» в таком новом формате будет, современном уже. Вот так что, да, с Олегом мы работали. Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте, говорите, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Я вот слушаю вас, Марину Девятову, лично. У меня два больных вопроса, на которые… Алло, здравствуйте. Да-да-да, говорите, 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 время убегает. Да-да, два больных вопроса, на которые вы сейчас вот отвечали. Мне интересует, что прослушал только что песню «Мне тебя сравнить бы надо». Ну да. Скажите, это какой стиль исполнения русского? Это же не классика русского, а уже что-то… Это совершенно не русский стиль исполнения. Я с вами полностью согласен. Это не русский стиль исполнения. Значит, мы здесь внести такие джазовые, скажем так, корни, да, в основу. Понимаете, в чем дело? Я музыкант достаточно широкого профиля, как уже говорилось, мне пришлось поработать. Без многогранных человек, конечно, да. В опере и с Георгием Рамчем Гораняном, «Царство ему небесное» мы записали целый альбом. Мне интересно мешать. В общем-то, вот мешать стиле – это та основа, которая мною движет. Это интересно музыкально. Поэтому «Три года ты мне снилась» мы сделали вот в таком варианте. Ну, мы к опере тоже подойдем, если время нам пойдет, покажем. Мне очень хочется показать эту грань таланта Владимира Сергеевича. Хочу, чтобы сейчас в студии прозвучала вот эта исконно русская народная песня, как мне кажется, без которой не обходится ни одно застолье. По-прежнему. Вы глубоко заблуждаетесь. Да, кстати, это же не народная песня. Это не народная песня. Эта песня родилась в 1954 году. И написала ее некто Уварова, по-моему, из Воронежского хора она. Так ведь, да? Из Воронежского хора. Да, да, да. Я вспомнил эту историю. Поэтому это не русская народная песня. Вообще, если говорить о народных песнях, это такой пласт, который нам нужно не одну будет передать, чтобы рассказать, что и «Калинка» не русская песня, и множество-множество, ну скажем, «Коробейники», да, и так далее. Ну, долгие годы «Ой, мороз, мороз» мы воспринимали как народную песню, конечно. И пели ее за столом все. Да, будем считать так. «Ой, мороз, мороз». Слушаем. «Щедрый вечер, добрый вечер, Бог, людям, на здоровье! Песня идет, народ песни поет! Счастье, света, намногое лето! Песня идет, народ песни поет! Песня, своя плачдая! Песня, солнышко на хologia, восставоння, Воздравляем, Мaciones, fantasmes, Как владельцы, Калашкина, Песня, В избране, Реб业 полнении. Разница людям А у меня жена, ой, ревнивая. А у меня жена, ой, красавица, ждет меня домой. Ждет плеча лица, я приду домой на закате дня. Обниму жену, напою коня. Обниму жену, напою коня. А у меня жена, ой, мороз, мороз. Не морозь меня, не морозь меня моего коня. Не морозь меня моего коня. А у меня жена, ой, морозь меня моего коня. Многодетный отец у меня сегодня в гостях. И как в интервью откровенно Владимир Сергеевич говорил, я сегодня читал. И многоженец я к тому же где-то высказался так. Ну да. Сейчас когда услышал про... И грех. Ну какой же грех, когда любовь случается? Я думаю, что... Это грех. Все равно грех, да? Так нельзя. Я никого к этому не призываю. Это неправильно. Ну из многодетной семьи мы знаем хорошо Марину Девятову, конечно. И сегодня мы вспоминали уже про Мариночку. Я так понимаю, что папа послужил, конечно, примером. И не дал возможности ребенку ни юристом стать, ни продавцом в Рамсторе. Ну да. Не сдалась карьера продавца у девушки. Ну я могу сказать так в свое оправдание. Мои родители, слава тебе Господи, живы и здоровы. И они вместе уже 63 года. Поэтому я какой-то анти-мои родители в этом смысле. И Марина моя вторая дочь, да. Она не старшая дочь. Старшая дочь, ее родная сестра Екатерина. Ну да, вот так получилось. Она пошла петь народные песни. И как-то идет. Вот теперь уже впереди меня. Своей дорогой. Своей дорогой, да. Поэтому да. У нас убегает время. Может быть, вы когда говорили про вокализ, имели в виду песню «Брови», да? Нет, нет, нет. Это финальная песня. Пригода-то мне снилась. Мы «Гуляй, Россия» закончим лучше. Ага, хорошо. Ну если время еще есть. Мы тогда будем заканчивать «Гуляй, Россия» через какое-то время. Потому что у нас две минуты остается до финальной песни. И мы не успеем. Валерия Серпухова. Валерия, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я хочу ответить на ваш вопрос. Так, пожалуйста. Первый дали народные артистки СССР. Это Мария Ермоловой. Ага. Ну вот такая еще версия. Мария Ермолова. Какая из них верна? Скажите мне под конец программы. Вообще, по моей информации, список народных артистов за весь период существования Советского Союза, значит, он тысяча шесть человек вселяет в себя. Значит, первым, ну, первым, что ли, списком, вот он вышел как раз постановлением правительства Советского Союза 6 сентября 1936 года. Значит, туда вошли Станиславский, Качалов, сегодня уже один из зрителей абсолютно правильно называл. С 1936 года по 1965 год звания народных артистов СССР присваивались в основном деятелям культуры и искусства, работающим в классическом жанре или актерам кино и театра. Как правильно сегодня отметили, первым эстрадным певцом, получившим звание народного артиста СССР, был Леонид Утесов. Ну, а последнее постановление присвоения этого звания вышло в 1991 году, незадолго до развала Союза, и там было 11 человек, ну, наиболее известные это Янковский и Пугачёва. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу, спасибо за столь подробные ответы на некоторые вопросы. Действительно, часа недостаточно для того, чтобы насладиться. Приглашайте, мы говорить можем много. И общением тоже. Заканчиваем песней «Гуляй, Россия», да, Симон? Да, «Гуляй, Россия» Кима Брейдбурга. Песня – это современная песня современного композитора. И это правильно, «Гуляй, Россия».